Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Евгения Даровская. Смотрите сегодня в выпуске. Мастинин или Грач? Депутаты законодательного собрания опознают, кого задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники спецслужб. Мы будем жить теперь по-новому. Руководство хоккейного клуба «Алтай» поделилось планами на предстоящий сезон. Столетний экспресс. Кто они, люди железных дорог? Начнем выпуск со страшного происшествия. В Залесовском районе заживо сгорел 13-летний мальчик. Обстоятельства трагедии сейчас выясняет Следственный комитет края. Пока известно немного. Вечером 28 июля ребенок ремонтировал мопед на веранде своего дома. Во время работ пары бензина загорелись. От многочисленных ожогов подросток скончался. В настоящее время следствием назначены ряд судебных экспертиз, в том числе пожаротехническая, которая установит истинную причину пожара. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Мастинин или Грач, кого задержали в аэропорту Шереметьево 7 июня сотрудники спецслужб, сейчас помочь найти ответы на эти вопросы следователи просят депутатов Краевого законодательного собрания. Дело в том, что арестованный по обвинению в хищении 12 миллионов рублей Александр Мастинин утверждает, что он Валерий Грач. А именно это имя значилось в его паспорте во время попытки улететь за границу. Но правоохранительные органы усомнились в подлинности документа и сейчас проводят экспертизу. Кстати, если паспорт признают фальшивым, то в отношении Мастинина возбудят еще одно уголовное дело о подделке государственного документа. По миле депутатов АКЗС, которых хотят пригласить для идентификации, их коллеги следователи не разглашают. Однако есть неофициальная информация, что некоторые слуги народа отказались принимать участие в опознании. Железнодорожники Края уже начали отмечать свой профессиональный праздник. Сегодня в Краевой столице чествовали тех, чье призвание и дело всей жизни – работа на железной дороге. Сколько пассажиров ежедневно принимает вокзал, кто помогает опоздавшим на поезд и какое звание считается самым почетным для железнодорожников – ответы у Татьяны Гладковой. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Запоздалых поездов на Барнаульском ЖД вокзале нет. Калина Красная отправляется в Бийск ровно через полчаса. У проводницы Ольги Лавровой есть несколько минут, чтобы разложить журналы, навести идеальный порядок и рассказать, за что она любит свою работу. За общение с пассажирами. Люди всегда встречаются разные, позитивные, с настроением. Посадка уже началась. Сегодня людей на этот рейс не так много. Но пока диспетчер не объявит, что поезд готов к отправлению, девушки будут ждать пассажиров. Вот так, по уставу, в любую погоду, по стойке смирно. Начальник вокзала Иван Николаевич приходит на работу к 7 утра уже 39 лет. Железнодорожник по призванию. Он в ответе не только за исправную работу поездов, кассы, комнаты отдыха, камеры хранения. По любому вопросу идут к нему. В день с Барнаульского вокзала отправляется более тысячи человек. Из-за каждого он несет ответственность. Рассказывает, самый нервный момент произошел 4 года назад. К поезду забыли прицепить вагон. И множество людей с билетами на руках остались на перроне. Решать проблему надо было моментально. Мы их завели в вокзал. Разобрались, конечно, много волнений было. И отдельным локомотивом быстренько сформировали вагон. И этих пассажиров отправили в Новосибирск отдельным локомотивом. Такое вот было у нас. Мы по сей день этот случай вспоминаем. Железнодорожному сообщению в Алтайском крае в этом году исполняется 100 лет. Сегодня с наступающим юбилеем всех работников отрасли поздравили представителей власти. А лучшим железнодорожникам вручили памятные награды. Иван Николаевич сегодня остался без награды. Но завтра вместе со своими коллегами он отправится в Новосибирск. Там он получит самое главное для железнодорожников признание. Звание почетного работника железных дорог. В столицу Сибири поедут, конечно, на поезде. Другого транспорта здесь не признают. Татьяна Гладкова, Андрей Печоркин. Наши новости. Неожиданная новость появилась на Барнаульских новостных лентах. Под трибунное пространство стадиона «Динамо», которое находится в центре краевой столицы, опасно для жизни. Это при том, что здесь ежедневно проходят сотни пешеходов и паркуются десятки машин. Речь идет о восточной трибуне, которая выходит на улицу Максима Горького. С одной стороны проезжей части есть тротуар, а с другой колонны и опоры стадиона. Пространство под ними – самоорганизованная автопарковка. Здесь же ходят пешеходы. Интернет-портал городских инициатив обратился к властям с предложением сделать здесь обустроенный тротуар. Но оказалось это невозможно. Место слишком опасное. Вот видите, женщина выходит. Она зашла и сразу выходит, попадает на проезжую часть. Хотя обустроен тротуар с противоположной стороны. Поэтому решение сегодня должно быть совсем в другой плоскости. Оградить, использовать как бытовые или хозяйственные помещения и ограничить доступ автомобилей и пешеходов под трибуны. Парковочный вопрос испортил барнаульцев не меньше квартирного. Страсти во дворах за место для авто, особенно в час пик, кипят нешуточные. Дворовые площадки иногда напоминают фронтовые полосы с колючей проволокой, вкопанными столбами и замками. Но страдают от этого жители. Припарковаться пытался мысоведущий Кирилл Политов. Да что ж такое-то, а? Глобальная сеть буквально переполнена подобным видео. И на какие только ухищрения не идут обладатели автомобилей, чтобы оставить за собой место во дворе. В ход идут столбики и цепи. Зачастую такой ландшафтный дизайн заканчивается конфликтом. Прокол всех четырех колес еще мелкие шалости. Порой противоборствующие стороны идут на более радикальные меры. Бью, хочу! Чудай, что я! Прогулки с детьми для Анжелики стали сродни спорту. Ходьба с препятствиями и ежедневный ритуал. Дворы в этом районе города буквально усыпаны цепями. Совершать маневры с коляской приходится и в без того тисных дворах. Только успеваю вворачиваться. Особый этап – выход из подъезда. Место у парадной – лакомый кусочек для автовладельцев. В таких случаях беспечные водители думают о других похожей в последнюю очередь. Мы шли, например, с ребенком. Нам надо было подойти к подъезду. Стоит машина около подъезда. Нам не так, не так. Впереди машина едет. И не знаю, что делать в этой ситуации. Количество машин в Барнауле в последние годы выросло в разы. Позволить себе недорогого, поддержанного японца, может чуть ли не каждая семья. А вот организованных парковок больше не становится. Так что разлиновка сейчас в моде у горожан. Попробуем нырнуть вот сюда мы и найти себе вазеечку. Что мы сделаем в это время, наверное, без труда. Или нет? Чего-то пока слогновато. Новые районы квартала и вечер. Многие жители уже успели вернуться с работы домой. Пытаемся припарковаться. Однако сделать это с первого захода не получается. С трудом, но даже не с трудом. Я не открою просто двери. Дубль два. Еще минут пять тратим на поиски. Наконец-то удача. Припарковались исключительно благодаря опыту нашего водителя. Это было сделать очень-очень-очень сложно. А время еще 20 минут восьмого. А что же тут будет в 10 часов вечера? Грешат парковочной геометрией и застройщики под стоянки минимум места. На поток поставлено строительство зданий. О том, где будут ставить железных коней собственники квартир, зачастую речи не идет. В результате хаос и все те же конфликты. На языке юристов вот такой передел дворов называется самозахватом. Алгоритм для борьбы есть. Законное обоснование огораживания земельного участка под парковочное место на придомовой территории многоквартирного дома является протокол общего собрания. Для того, чтобы узнать, есть ли такой протокол общего собрания в природе, для этого достаточно обратиться либо в управляющую компанию, либо ТСЖ. Нет такого документа, смело обращайтесь в полицию. Там будут обязаны отреагировать на жалобу. Вот только идейных вояк за равноправие пока единицы. Люди привыкли бороться за место под окнами по старинке. Кирилл Политов, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости. Параллельно с набором абитуриентов вузами и училищами в Бийске стартует приемная кампания в рамках конкурса «Молодые ученые наукограда». С понедельника там начнут принимать заявки на участие от студентов, аспирантов и начинающих специалистов, которые разрабатывают свои научные проекты. Согласно условиям конкурса, победители смогут рассчитывать на одну из форм поддержки. Грант для реализации проекта, стажировку в научно-исследовательском центре, ведомственное жилье или трудоустройство на одном из ведущих предприятий Бийска. Как отмечает инициатор конкурса депутат Государственной Думы от края Александр Прокопьев, от молодых ученых ждут свежих идей, которые принесут практическую пользу для производственного комплекса города. Ну а выбирать лучших будет экспертная комиссия, в составе которой представители власти, руководители предприятий, биофарм-кластера и ученые. Прием заявок продлится до 1 октября. О том, какие документы нужно собрать участникам, говорится в положении о конкурсе. Оно размещено на сайте Александра Прокопьева в разделе «Молодые ученые наукограда». За вдохновением в Барнаул, в столице края, дал концерт творческий коллектив «Родной Алтай». Артисты из Поднебесной уже несколько дней гостят в нашем регионе и успели выступить в Новоалтайске. Программа концерта основана на культурных истоках Алтая, который объединяет китайцев, русских и казаков. На сцене звучала музыка разных народов. С момента основания ансамбля он дал более 1600 концертов не только в своем регионе Китая, но и в разных странах мира. Творческие номера посмотрело более 6 миллионов зрителей. При полном аншлаге состоялось выступление родного Китая и в Барнауле. И это несмотря на то, что в наш регион коллектив приехал впервые. Конечно, мы еще не раз хотим посетить Алтайский край, чтобы культурный обмен продолжался. И, конечно, мы приглашаем ваши творческие коллективы к нам выступить на наших площадках. Коляска-торт, дочка-повар, а мама-пироженая – это лишь одна из многих креативных идей участников яркого семейного шоу. 1 августа в Барнаульском парке «Лесная сказка» пройдет парад колясок. Уже ставшее традиционным мероприятием неизменно собирают десятки участников. Желание показать свое детское транспортное средство во всей красе выливается в настоящее шоу. Коляски наряжают в виде колесниц, животных, шахматных досок или большого торта. Его, кстати, готовится показать зрителям семья, победившая на прошлогоднем параде колясок. Мы начали участвовать с прошлого года, когда ребенку исполнилось полтора года. Мы участвовали в пятом параде колясок и заняли первое место. Нам очень понравилась и организация, и отношения между участниками. Поэтому мы решили продолжить и будем участвовать до тех пор, пока проходим возрастные рамки. Ну и так, в параде могут участвовать как взрослые с настоящими колясками, так и дети в возрасте от 5 до 7 лет с игрушечными. Карнавальное шествие начнется в 10 часов утра и пройдет по улице Георгиева до парка «Лесная сказка». Экзамен высшей лигой выдержим. В хоккейном клубе «Алтай» начинаются интенсивные тренировки, ведь соперники теперь не детские. Например, хорошо знакомы еще болельщикам «Мотора» Усть-Каменогорская торпеда. Далее спортобзор. Хоккейные болелы. Наберитесь терпения. На затравку вам шахматы. В Барнауле завершился Кубок Алтая, длившийся с 20 по 28 июля. На счету алтайских шахматистов два первых места. Виктория Лоскутова победила в турнире среди девочек до 13 лет, а Элия Каченко среди юношей до 15 лет. Ну и наконец о главном. Главным в предстоящем сезоне будет все, рассказало руководство хоккейного клуба «Алтай» сегодня на пресс-конференции. Точное количество участников первенства высшей хоккейной лиги пока не определилось. Известны лишь требования, предъявляемые командам. Точный ответ все желающие должны дать буквально на днях. Первый сезон он будет адаптационным, потому что высшая лига будет знакомиться с нами. Мы вас особо не знаем, какие у вас условия. Будем ездить по регионам, смотреть дворцы спорта. А вот что точно известно структура проведения чемпионата. Состоять он будет из трех этапов. Первый гладкий из четырех кругов. Во втором этапе разыгрывать места будут 4 или 5 команд. Оставшиеся поборются за путевки в плей-офф. Все зависит от количества участников. Третий этап сам плей-офф. Списочный состав «Алтая» сейчас 31 игрок. 9 человек с прошлогоднего состава. Ветеранов разбавили группой молодых игроков 96-97 годов рождения. Причем часть из них – беркутята из безвременно почившей алтайской молодежки. Налет команда выйдет 3 августа. Уже начнутся тренировки. Со следующей недели мы уже планируем какие-то товарищеские матчи. Ведем переговоры с Новокузнецком, с Красноярском, с Новосибирском. И возможно нам сюда в Барнаул приедет команда высшей лиги «Торпеда Усть-Каменогорск». Вот такой хоккейный праздник для болельщиков. Любоваться игрой приезжей команды, которую когда-то, бывало, разделывали под орех. Вот только было это в прошлой жизни, в смысле лиги. Посмотреть игру «Большой сине-белой надежды» Барнаула можно прямо сейчас. В эти минуты проходит матч 1-64 Кубка России. Барнаульская «Динамо» принимает Новокузнецк. Напомню, что в прошлом раунде новокузнечане тоже одержали выездную победу 2-1. Кого из победителей сегодня будут судить, узнаем совсем скоро. Михаил Ширин, Андрей Печоркин. Наши новости. Вот таким был этот день глазами корреспондентов программы «Наши новости». Звоните к нам в редакцию 659-129. Берегите себя. До встречи.